приветствую всех приветствую всех кто смотрит эту трансляцию и возможно будет смотреть в записи с вами маркелов борис и у нас сегодня такая трансляция интересная будет проводится она по социальным сетям в ю тубе я ее скинул записи и называется заработка в интернете основные правила заработка давайте посмотрим да у нас вконтакте пошло если кто-то меня смотрит вконтакте обязательно поставьте плюсики минусики какой-нибудь знак что у меня слышно хорошо так давайте проверим наш чат интерактивный поставим лайк и я продолжу итак основные правила работы в какие то есть на что наступают новички когда приходит в интернет во первых они думают что в интернете вот так вот хлопнул в ладоши пришел в проект проплатил там какое-то место и они начнут зарабатывать либо пришел на какую-то рекламную площадку начал кликать по рекламе и вот она вожделенная кнопка бабло ребят не все так просто во первых про рекламные площадки я вам могу рассказать отдельно так как я являюсь рекламодателем хотя когда-то начинал данные а также кликал по боксам и не понимал почему люди которые меня пригласили туда пишут там 10 тысяч рублей в месяц там 100 тысяч рублей в месяц заработок а я этого не получаю все достаточно просто деньги зарабатывает только тот кто дает рекламу те кто кликают они просто ссылочную массу им прибавляют и возможно регистрируется в их проектах опять же говорю возможно это к тому что в сети интернет распространились мошенники которые вам предлагают буквально за сущие копейки там за полторы тысячи рублей там за две тысячи рублей 25 человек вам привести 30 человек ну наверное поступали такие предложения когда вам говорили ну хотите мы вам приведем 25 активных людей но представляете вот я например сейчас возьму проект какой-нибудь инвестиционный а вход там 1000 долларов ну соответственно никто не приведет мне за полторы тысячи рублей 25 человек которые зайдут на 1000 долларов и это нужно осознавать мелкие проекты да возможно вам накрутит каких-то ботов через рекламные площадки через те же задания там по 50 копеек по 20 копеек по 10 копеек все мы это проходили все мы это знаем не нужно наступать вот на эти грабли на простые простые обычные регистрации которые вам предлагают вот просто так ни за что буквально там за сущие копейки вам привести рефералов так и таких людей нету таких людей нету подготовлены такой целевой аудитории которая бы вступала в каждый проект то есть вам накрутит именно ботов через рекламные площадки то есть будут регистрации но не будет оплаты это первое второе что нужно делать чтобы зарабатывать в интернете во первых отнестись к этому достаточно серьезно достаточно серьезно что здесь не детский сад какой-то здесь не будут не будет вас никто уговаривать и здесь нужно что-то делать делать возможно еще больше чем на вашей работе поэтому если задумайтесь первоначально если вы решили заняться интернет-бизнесом задумайтесь чем вы хотите заниматься чтобы вам это нравилось здесь не получится так что вы пришли за баблом куда-то в какой-то проект неважно в какой проект инвестиционной либо в матрицу и здесь вы пришли и начали сразу зарабатывать заработок здесь складывается от людей все прекрасно знают и я уже не раз говорил что деньги приходят от людей вот самая бесполезная вещь которая придумали люди это деньги они же за них страдают они же из-за них радуются но на самом деле это самая бесполезная вещь которая есть на этой земле то есть деньги деньги которые вы вожделеете их не нужно вожделеть и чтобы в интернете их зарабатывать нужно давать результат вы можете посмотреть вот любого сетевого лидера который там продвигает сейчас супер-пупер навороченный проект там на каких-то рублях супер-пупер навороченную матрицу и вы посмотрите что он делает он записывает видео он делает рассылки он делает много чего да он заработал полмиллиона рублей на старте ну я так думаю что больше то там денег не будет потому что сейчас поток людей этих схлынет этот сетевой лидер пойдет искать новый проект и это нормально то есть если бы вы были каким-либо сетевым лидером если бы вы вывели свой бизнес как нужно как правильно то у вас бы все получалось и здесь даже без каких-то вопросов был бы у вас то есть хотите зарабатывать в интернете относитесь к этому бизнесу как к своему бизнесу который вы там где собрались сделать на той же земле то есть вы все прекрасно понимаете чтобы вот купить буханку хлеба какую по какой путь это буханка хлеба проделал сначала возделывались поля потом и их перепахили потом их сеяли потом их вот эту розжали потом на мельницу потом она попала на завод где хлеб испекли только после этого у вас этот хлеб появился на столе и это прошло не один год даже это не один год не за один год то есть деньги это универсальное средство я считаю деньги как об обычный товар обычный товар то есть я обмениваю это для удобства было сделано людьми вот деньги были сделаны для для удобства еще один третий пункт который вы должны себе уяснить вы должны определиться какое количество вам денег нужно то есть для для многих количество много вот здесь вот сумма может разниться для кого-то много это 10 тысяч рублей а для кого-то много это миллион рублей то есть вот такая вот ситуация есть то есть это одна из ошибок тоже людей которые хотят якобы что-то иметь и горит хоть хочу миллион хочу миллион чего миллион тугриков там печенюшек что миллион хочу миллион хочу миллион рублей для чего Что ты ради этого миллиона можешь отдать человеку Вот что ты, то есть не отдать человеку, а отдать То есть в любом случае, если вы хотите зарабатывать деньги, при этом нужно чего-то отдавать Не отдав от себя чего-то, вы никогда ничего и не получите То есть те наивные чукотские юноши, которые кликают по буксам и там выполняют задания Они думают, там миллионы заработают Да нет, не заработают Заработаю я, заработает тот, кто дал это задание или ту рекламу Да, возможно, там миллионы они какие-то заработают за какой-то срок Но опять же, мы от себя отдали То есть отдали деньги на то, чтобы эта реклама где-то появилась Вы по этой рекламе кликнули Соответственно, если вы не зашли, это не значит, что мы сидим без денег Это ничего не значит, что мы сидим без денег Это значит, что у нас бизнес идет Если люди перестанут давать рекламу на буксах Вы уже, наверное, сталкивались с такими Заходите на буксы, а он через несколько дней соскамился Потому что он неинтересен никому был Потому что рекламодателей не было Потому что рекламный бюджет у него ушел То есть ушел из этого букса Ушли из этого букса люди Ушли рекламодатели Соответственно, реклама кликателей Которые кликают там по рекламе Они нафиг никому не нужны То есть здесь именно нужно понять Отдавая, получай То есть это закон вселенной Отдавая, получай То есть по-другому никак не может быть То есть если бы солнце не светило У нас бы на земле вообще ни хрена ничего не росло Это вот я вам просто объясняю Это я вам просто объясняю Как это все работает Если бы я что-то не творил Если бы я сейчас не проводил эту трансляцию Соответственно, я денег не зарабатывал Если бы у меня не было своего канала YouTube В который я деньги вкладываю На рекламу там, на раскрутку У меня бы ни хрена денег не было Если бы я не вкладывал деньги В свою социальную сеть ВКонтакте Денег бы не было Не было вообще Их ни откуда они не берутся Не было бы тех вложений Которые у меня сейчас есть Не было бы тех акций Не было бы тех облигаций Которые вложены в инвестиционные Именно программы Газпрома, Яндекса И многих других То есть многие люди, да Они думают Сейчас в интернет зайду Вложу в инвестиционную компанию Которая мне 500% обещает за год Это не получите Никогда не получите Получит только тот, кто дал эту рекламу Именно не на процентах Инвестиционные проекты Многие в интернете Они живут не на процентах Которые они обещают А именно на реферальных выплатах Запомните это в следующий раз Когда вы заходите В какой-то почасовик По минутник По секундник И еще в какую-то инвестиционную компанию Где вам пообещали 300-500% Не будет такого Но не бывает таких процентов Даже мои облигации И акции Они дают не более Там 5-6% в год Но они дают Стабильную прибыль Никто не будет спорить Что какой-то проект Рога и копыта В инвестии Который вам предлагает 1000% в месяц Что он вам что-то отдаст Но я точно знаю Что с акцией Газпрома Или с облигацией Газпрома Или Роснефти Я получу свои проценты Свои годовые Я уже отошел Я уже не летаю в облаках Я уже знаю Как делаются деньги Как делаются огромные деньги Все достаточно просто Все достаточно легко Если вы хотите тоже научиться Найдите в интернете Либо себе закажите книжку На самый богатый человек в Вавилоне И там все расписано Как это все делается Как делается накопление Как человек становится богатым Я вам могу кратко рассказать Как это сделать То есть сумму Которую вы получаете Вот вы ее получаете На работе Например Или за какой-то Ну за какую-то работу Вы получили Либо в интернете Получили Не важно какая сумма 10 рублей Или 1000 рублей Вот 10% от этой суммы Обязательно нужно отложить 20% Вы можете использовать По своему назначению И на 70% живите На 70% Не нужно вкладывать 100% куда-либо Куда-либо Чтобы у вас Омно там пропало В любом случае Если вы Каждую неделю Либо каждый день Будете Вот высчитывать Свой доход Например Сколько вы тратите В день И будете откладывать 10% от этой суммы Вы удивитесь Сколько у вас будет Через месяц денег Вот именно на таком Принципе делаются деньги Вот именно на таком Принципе работает Интернет Интернет Который приносит деньги Неважно на чем Сейчас вы На криптовалюте На фиатных деньгах Рублях Долларах Евро Хотя сейчас Доллары Евро Кто сейчас Вложился в них Буквально Две недели назад Тот весь в шоколаде Тот свои проценты Получил С лихвой Потому что Сейчас евро Стоит там Под 90 рублей Доллар Под 80 рублей Да Все подорожало Вокруг Но Кто-то Радуется А кто-то Опять Начинает Считать Свои копейки Говорят Денег не хватает Забудьте Это слово Денег не хватает Мозгов Здесь не хватает Включите Свою голову И тогда Заработка В интернете Вам начнет Приносить деньги Может грубо Я сейчас Выражаюсь Может Это кому-то По ушам Бьет Но так и есть То есть Займитесь Займитесь Тем Чем вам нравится Ходить На работу На Неинтересную Работу На Отвратительную Работу Это хуже Для вас Сколько бы там Денег не платили Понимаете Был 2013 год По моему Когда Доллар Скакнул То есть Я ходил на работу И получал Тысячу долларов Тысячу долларов Месяц Даже больше Тысяча Тысяча Двести долларов Доллар Скакнул В два раза У меня Зарплата Стала Пятьсот долларов Когда я подошел К начальнику Он говорит А я тут При чем Я же Доллар Цену Не повышал Вот здесь Нужно задуматься Не о деньгах А о результате Которым вы хотите Получить Хотите много денег Значит вы должны Идти к этой цели Поставить эту цель И копить По чуть-чуть По чуть-чуть 10% От своих денег Откладывать 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 И тогда И тогда У вас Будет Какой-то Свой Небольшой Запас И вот С этого Запаса Уже Можно делать Свой бизнес Но люди Думают По-другому Они думают Сейчас зайду В интернет Сейчас мне там Маня посоветовала Тетя Маня Там С экрана Монитора Мне сказала Что вот Зайди в нашу матрицу 100 рублей вложи Или 500 рублей вложи И уже Будешь миллионером Через месяц Не будешь Не будешь Пока ты как та Тетя Маня Не проведешь Прямой эфир Пока ты не запишешь Видео Пока ты не расскажешь Людям И главное Не докажешь Что им это надо Еще раз Если вы пришли В интернет За деньгами Вы их никогда Не увидите Если вы пришли В интернет Или в какой-то Свой бизнес За результатом Тогда будут И деньги И все остальное И счастье И здоровье И многое Многое другое Запомните Эту мысль И можете Оставлять комментарий Под этим видео Что вы думаете По поводу Заработка В интернете Готовы Вы отдаваться Целиком И полностью Этому бизнесу Либо Вы готовы Ходить на работу И потом Приходить С работы И кликать Дальше По буксам И терять Своё драгоценное Драгоценное Время Самое дорогое Не деньги Самое дорогое Не деньги А время Время Я меняю Своё время На деньги Моя Каждая минута Оплачена Именно Трафиком Из интернета И мои минуты Приносят Мне Деньги Продолжение следует